Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня с вами я, Саша Юлин, с рассказом о том, как тратить на мелочи меньше нашего с вами драгоценного времени. Итак, мой сегодняшний рассказ. Часто встречаются ситуации, когда вы налили в стакан кружку, пиалу, рюмку, фужер, свой любимый напиток, или кто-то вам налил, или вы кому-нибудь налили, и настало время пить этот напиток, и вы видите, что на поверхности, или, что еще хуже, в толще воды, или чая, или другого какого напитка, плавает жирная крошка, или маленькая крошка, но все равно пить такое не очень приятно. Что мы делаем в данной ситуации? Мы берем волшебную ложку чайную и начинаем, что делать? Вылавливать эту крошку. Что происходит дальше? Мы поднимаем эту крошку к самой поверхности, вот оно, кажется, вот начнется... Мы сейчас вытащим эту крошку и выбросим ее, но нет. В самый последний момент крошка выскакивает из ложки, а дальше продолжает плавать. Ну, она, вот меня лично, такая крошка очень злит. А что делать? Ну, давайте для начала разберемся, почему это происходит. Вот данное выпрыгивание крошки из ложки в самый последний момент. Дело в том, что, смотрите, когда мы вытаскиваем ложку из напитка, то, смотрите, начинает быстро напиток в самый последний момент из ложки выходить. И этим потоком, который идет из ложки наружу, вымывает данную крошку наружу. Вот мы, в принципе, наполовину подошли к решению задачи. Значит, ложка нам не годится. А что нам годится? А годится нам вот что. Это вилка. Правда, не совсем вилка, а ее вот такая вот ручка. Смотрите. По форме она напоминает ложку. То есть она будет касаться края посуды, когда вы будете вытаскивать из своей рюмки фужера стакана эту вот вилку, она будет касаться одной точки, где ей будет находиться крошка. А за счет того, что она достаточно плоская, никакой воды не будет перетекать в самый последний момент, когда вы будете эту крошку вытаскивать, не будет вода перетекать из ручки-вилки наружу. Смотрите внимательно. Обязательно, чтобы ручка-вилки имела небольшое углубление, чтобы эта крошка у нас находилась не на горизонтальной поверхности, а именно в небольшом углублении, чтобы под воздействием силы тяжести она там находилась как бы в равновесии. И если вы никуда не спешите, то с первого раза вы вытащите вашу крошку из стакана и будете наслаждаться вашим любимым напитком. Может быть не обязательно вилка, может быть и ложка вот с такой ручкой, но ручка должна быть примерно вот такой вот формы. Большое вам спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Я буду очень рад. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok